Hello, друзья! С вами Стивпро, и сегодня я обкажу сит на подводный храм для Майнкрафта Бокет Едишн. Собственно, после того, как вы ввели этот сит, вы появляетесь в довольно интересном острове, и вот этот остров состоит из песка и травы. Но, собственно, это ещё не суть, друзья. Если вы пойдёте немного резко вправо, вы найдёте наш подводный храм, о котором я вам говорил несколько секунд назад. Собственно, друзья, двигаемся именно по этому маршруту, но перед тем, как найти наш подводный храм, я рекомендую вам выпить зелень ночного зрения, чтобы улучшить качество зрения под водой. Друзья, ну, собственно, отправляемся на почки нашего храма. Я вижу, что он прогружается, он довольно большой. Ух ты, он просто громадный. Друзья, нет слов, это просто шикарно. Спасибо вам, Манжонг, за такие красивые постройки, за неожиданные обновления, которые приносят довольно много разных вещей. Также я хочу сообщить вам новость, что в пятницу выйдет обновление Майнкрафта, которое прибавит или добавит нам Исушителя. И, друзья, Звезду Ада. Это просто шикарно. За это обязательно ставим лайк, за такую информацию. Может, кто-то уже знал, но здесь у нас почему-то находятся уже губки, и они уже мокрые. Сознаем, передвигаться в этом храме неудобно, потому что здесь очень много воды. Ну, друзья, новости, правда, хорошие, потому что в пятницу у нас появится босс Исушитель. Босс Исушитель. Я так понимаю, что он у них уже был добавлен, просто они будут нам его добавлять по частям. И, как сообщил Джейсон, в каждом билде будут добавлены разные вещи, и их будет довольно много. Об этом сообщил именно Джейсон, друзья. Большое спасибо ему за такую информацию, потому что вы знаете, что в каждом билде предыдущих версий нам отправляли различные баги. Ну, а здесь нам будут добавлять новые вещи, что очень классно. Также хочу сказать, что, друзья, на Минниконе, возможно, могут представить Эндер Мир, о котором так многие мечтают. И поэтому мечта многих здесь сбудется, друзья, исполнится. И надеюсь, вы будете рады тому, что добавили Эндер Мир. Ну, и я, опять же, не понимаю, зачем он вам нужен. Но здесь мы увидели, друзья, новые блоки. Новый интерфейс, который мне не понравился. Я ожидал от настроек новой функции. Но ничего такого подобного не произошло. А, друзья, квадратура и мышка, она уже была раньше. Чтобы она заработала, просто через хаб, или как там называется, я не помню, подключайте. Через ЭТГ подключайте квадратуру или мышку, и она будет у вас сразу работать. Так что эта функция была и раньше. Может, кто-то не замечал. А также, если кто-то не заметил, то и на интере появились новые блоки. Это некоторые блоки с монстрами внутри. Что очень классно, друзья. Такое было на ПК. Но теперь есть и у нас. Собственно, вот на этом всё. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.